Однажды глава EA, очень сильно разозлённый провальным запуском Battlefield 2042, пришёл к Филу Спенсеру. «Да как ты посмел выпустить свою Halo Infinite почти на месяц раньше обещанного?» — спросил он с явным раздражением в голосе. «Из-за тебя мы потеряли кучу денег!» Фил Спенсер искренне не знал, что ответить. «Я еб...» — прояснёс он спокойно. Так, слово за слово, все поняли, что Фил Спенсер... Еб... Твит не мой, но, блин, как же хорошо. Вечер понедельника. Лучшее время, как известно, для того, чтобы новое видео запостить, решил я. И отличное время для того, чтобы выпустить одну из своих флагманских игр, решили в Microsoft. Неделю назад, вечером понедельника 15 ноября, прошла презентация Xbox, на которой мелкомягкие сообщили, что любой зритель может прям сейчас вот пойти и скачать бесплатно мультиплеерную, читай основную часть новой Halo Infinite. А это, ни больше ни меньше, одна из якорных игр платформы Xbox. И говоря платформой Xbox, я подразумеваю в первую очередь геймпасс, а не тот красивый ящик, который достать даже спустя год после релиза почти невозможно. Хотя, правды ради, на Steam тоже праздник пришёл, и игра доступна на платформе ПК сразу в двух лаунчерах. Почему я решил посвятить этой игре отдельный ролик на своём канале, вы поймёте по ходу просмотра. А пока что, поставьте на паузу видео и идите начните загрузку клиента игры, хоть в геймпасс, хоть в Steam, а затем возвращайтесь. Пока лучшие уличные гонщики планеты Хэт и Форзу и Хейла, что та курится Microsoft, что другая продолжает нести золотые яйца и выводить игры в топ как Твича, так и Стима. И надо думать, на домашней платформе цифры, если бы мы могли их проверить, были бы кратно больше. Но, ладно, это всё вы могли прочитать и без меня. Давайте расскажу о том, как игра лично меня сожрала, поделюсь в таком разговорном формате своими впечатлениями от игры и почему в ночь с понедельника на вторник, несмотря на то, что на утро надо было вставать на работу, я настолько проникся мультиплеером Хейла, что без предупреждения пульнул стрим на канале, чем поставил многих бессонных зрителей в тупик. Да, вот так. То месяц без онлайна, то стрим посреди ночи в новую игру. Вопреки распространённому мнению о том, что большая часть фан-базы Destiny состоит из старой гвардии фанатов Хейла, среди русского игрового комьюнити найти тех, кто знает о серии некогда созданной Банджи, чуть больше, чем заглавный саундтрек и то, как выглядит шлем Мастер Чифа, довольно непросто. Я не исключение, с серией Хейла я знаком очень отдалённо, были попытки поиграть во вторую часть ещё и когда учился в школе, были попытки залететь в Мастер Чиф коллекшн пару лет назад, но не клеилось как-то. Сюжетка быстро надоедала и я бросал, а мультиплеер после Destiny, Call of Duty и Apex'а казался устаревшим, медленным. Боже, знали бы вы, как я ломал голову, когда привыкал к раскладке управления на Иксбоксе в старых частях. Спринт на боковых кнопках? Чего? Как это вообще в голову я должен был вместить? Но как только я поиграл ещё в закрытый альфа-доступ мультиплеера несколько месяцев назад, я понял, что кажется, что-то эту часть серии выгодно отличает для меня, и я стал её ждать. Притом нормально сформулировать почему тогда пока не мог. И лишь теперь, поиграв в неё на релизе, я стал задумываться, а что конкретно делает мой опыт игры в Halo Infinite столь захватывающим? Как вы видите по кадрам геймплея, звёзд с неба я не хватаю. Не могу сказать, что хожу там, нагибаю всех направо и налево, и мне это нравится. Так в чём же тогда секрет? Если суперкоротко, то для себя я сделал такой вывод. Всё дело в уникальности каждого матча и уникальной вариативности механик. Попробую объяснить. На протяжении любого матча, который я играл хоть в соло, с рандомно подобранными командами, хоть в команде с друзьями, события развивались совершенно уникальным образом. Одни и те же режимы, одни и те же пушки и карты, но то, как каждая команда решает разные задачи, не похоже ни на что. В сети можно найти массу мем-нарезок, MLG-моментов и прочего контента, который будет подтверждением моих слов. Но смотреть на ютубчики это одно, а почувствовать что-то в игре, о чём тебе никто не говорил самому, прямым текстом, особый кайф. Я, к сожалению, не всегда записывал голос со своего микрофона, но когда я впервые столкнулся с тем, что чел прыгнул на мою самоходную установку и выкинул меня оттуда, как в какой-нибудь GTA, я просто охерел и визжал, как школьник. Это что вообще такое? Потом я узнал, что можно кидать какие-то взрывные коробки. Потом выяснилось, что флаг противника можно притянуть к себе с помощью крюка кошки, который, кстати, по-моему, впервые появился в серии в этой части. И вот так всё больше и больше каких-то приколов. И в итоге сумма всего этого, многообразие решений и механик, всегда составляет уникальную картину матча для каждого игрока. А уж что говорить о том, что опыт игры в команде, которая может грамотно координировать свои действия, подливает масло и в без того жаркие и захватывающие матчи. Мне сложно избежать сравнений с моим многолетним опытом задротства в Destiny. И в этом видео я бы не хотел делать такие сравнения лоб в лоб. Относительно этого я лишь поделюсь эмоциями от того, что я просто не понимаю, почему в двух шутерах, в состязательных режимах, я в одном играю на победу и завожусь в случае неудачи, готов материть и тиммейтов, и себя, и врагов, и разработчиков, и соседа, и вообще весь мир. А в другом я такой, эх, убили, блин, ну подло, сейчас я тебе покажу, а ну го по правой стороне парня, попробуем так обойти. Вот почему так? У Хейла с первых минут получилось посеять в меня этот азарт к игре, и он не перерастает в токсичность, даже в случае разгромных поражений. Я все еще остаюсь заряженным на победу. Ты кайфуешь от каждой выигранной дуэли, ты бьешься за каждую зону в контроле, и тянешь каждую секунду с реликом в режиме удержания мяча. И как я сказал ранее, каждый раз ситуация выстраивается по-новому. Изучаешь тактики противников, запоминаешь где лучше сейвить мяч, и какие пути отхода на точки есть. Кстати, карт пока что не очень много в игре, это конечно можно назвать проблемой, но я о другом, они все круто проработаны, с красивым окружением, эмбиентом. Единственная проблема с некоторыми режимами, когда в матче 4 на 4 попадается слишком большая карта, игра меняет темп, и к этому я пока не привык. Медлительность. Что ж, со стороны возможно игра и правда может показаться кому-то медлительной, ведь тут такой долгий ТТК. Тут нет двойного прыжка, и вот все вот эти банальные претензии. Это можно прочитать где угодно. Насчет ТТК. Да, время убийства очень долгое, и это было в Хейла всегда. Именно это служит своего рода фундаментом к состязательной игре. В отличие от той же Call of Duty, здесь абсолютно бесполезно кемперить, или сидеть по углам с дробовиком, из-за ТТК. Еще игроки легче рискуют и создают интересные ситуации, когда знают, что их не ваншотнят любой встречной. Игра заставляет вас забыть о правиле первый увидел, первый убил. Ведь во время перестрелки нужно высадить во врага половину рожка, а потом еще из пистолета может добивать придется. И это все при том, что вертикальный геймплей все же присутствует. У меня была масса ситуаций, когда я с наполовину пробитыми щитами, или может быть вообще без них, выходил на фулового противника и перестреливал его чисто на скиле, просто потому что получилось так, что я там стрелял лучше конкретной дуэли. Вести с автомата прицел на противнике не одну секунду, а четыре, это то еще испытание для современных фанатов ваншот-шутеров. Вот с непривычки все и плюются. Но ребят, пожалуйста, хватит пытаться применять правила из шутеров, которые вы любите и в которые вы играли ранее, на другой шутер. В чем смысл? Именно то, что Хейла пошла по своему пути и смогла сделать это лучшим образом, и ставит ее особняком от остальных шутеров. Нет никакой прокачки оружия, все перки и способности спаунятся непосредственно на карте по ходу матча. Абсолютно все условия у всех игроков на карте в начале матча одинаковы. Решает лишь опыт, скилл и тактика. Хотя, конечно, совсем избежать современных тенденций не получилось. Да. Напомню также, что Хейла является одним из ярких представителей киберспортивной арены, и Infinite готовит уже свой первый мейджор с призовыми более 250 тысяч долларов. Мероприятие пройдет уже в декабре, на котором заявлены, кстати, Na'Vi. И если вам кажется, игра мимо проходящего стримера вроде меня медленной, советую посмотреть, что творят с игрой те парни, которые росли на этой серии. Но ты правильно заметил, я только хвалю игру. К сожалению, хвалю искренне и без чемоданов, так что давайте для равновесия навалим по недостаткам. Я назову главный раздражающий фактор игры прогрессия. В Хейла Infinite она сделана наихудшим образом из возможных. Начнем с того, что ваша победа в матче или ваш невероятный киллстрик и высокий КДА для игры и продвижения ничего не значит. Вы не получаете за удачные игры абсолютно ничего. Да, тут, как и положено, Хейла нет прокачки героя или оружия, как я сказал. Это как раз не минус, а очень даже плюс. Но. В Хейла куча крутых наборов брони и прочих атрибутов для внешки персонажа. И вот за ней-то всегда и была охота. Опять же, я не играл в старые части достаточно времени, но судя по тому, что я слышал от опытных игроков серии, раньше встречались такие скины, которые сами по себе были желанными и достать их было убер сложно. В Infinite таких скинов нет. Точнее, тут есть Season Pass, в который и засунули всю броню. И вот это уже оказалось главным мерзким сюрпризом на релизе. Наиграв десяток часов, я до сих пор не разблокировал НИ-ЧЕ-ГО. Потому что я не купил сезонник. То есть буквально, хочешь получить от игры хоть что-нибудь, купи сезонник. Но логичный ответ, так игра бесплатна, это же нормально, чё ты Джонни бомбишь. Да, нормально. Но ненормально то, что купив сезонник, ты обнаруживаешь, что и с ним не появляются ценности побед. Поскольку уровни пропуска качаются только дейли испытаниями. Убей 5 человек из винтовки, избей противника на транспорте, взорви самолёт и всё такое. За некоторые эти испытания дают по 100 очков, 250, 300, в зависимости от сложности. А один уровень сезонника требует 1000 опыта. Улавливаете проблему? Ты можешь нереально кайфануть в матче, раздавать врагам налево и направо, выйти победителем с КДА на троечку, а потом в итогах матча тебе говорят, молодец. Но ты ничего не получишь, пока не сделаешь это баунти. Я не поверю, что такое никого не демотивирует. Искренне надеюсь, что с этим хоть что-нибудь сделают, хотя бы ко второму сезону, который ждать аж до весны 22 года. В итоге, игра, как вы успели понять, мне нравится. Очень нравится. Я кайфую от геймплея, от массы вариантов дойти до победы в каждом отдельном взятом матче, от камбэков на последних минутах. Это просто чистый заряд адреналина. Я дико рад за себя, что наконец-то, хоть и так поздно, но сумел прикоснуться к серии Хейла с неподдельным интересом. И играю не потому, что, ну, надо знать, с чего всё начиналось, а потому что нравится. И, ну, не в Баттлфилд же играть, реально. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы сами играть в Хейла Инфинит, и что думаете обо всех её отличиях от современных пострелушек. Мне будет интересно почитать, я с радостью пообщаюсь с вами в комментариях, и если увижу интерес к этой теме, то буду рад сделать ещё какие-то видосы по игре или пройти её сюжетную часть на стриме после релиза 8 декабря. А пока на этом всё. Вот скромное напоминание, что канал существует благодаря щедрости этих людей, так что если хочешь меня поддержать, ссылка на подписку спонсорам в комментариях. Не забудь потом мне в личку в Дискорде написать, чтобы ролик для чата выдал. Ссылка на него тоже там же, внизу. Давай. До связи, Спартанец.